Жители еще одного населенного пункта в Восточном Казахстане пожаловались на деятельность золотодобытчиков. В селе Самар Кукпиктинского района люди буквально бьют тревогу. Их волнует судьба реки Кулынджон, вдоль которой вырубают деревья. Старатели, по словам сельчан, также и загрязняют реку. В этой связи созданная недавно комиссия по поручению президента Акима области направилась в регион с проверкой. По словам Акима Кукпиктинского района Раджана Ситканова, 27 сентября в социальных сетях было распространено видео, в котором утверждается, что неизвестные люди загрязняют реку Кулынджон. В связи с этим на месте была создана рабочая группа для проведения экспертизы. Как видите, работы ведутся активным ходом. На сегодняшний день сформирована рабочая группа региона, которая проверит работу золотоискателей. Если всё будет законом, эти граждане продолжат свою деятельность, а при обнаружении нарушений будут приняты необходимые меры. Специальную комиссию, созданную по инициативе главы региона Данила Ахметова, входят руководители управления, отделов и инспекции. Члены комиссии во главе заместителя Макима области Ержаном Нарубаевым сообщили, что река была обследована, взяты пробы. Собранные материалы отправили в специальную лабораторию. Приехали на этот участок, поступила информация в СМИ, местные СМИ нашего от Сочного Казахстана, что здесь якобы идёт незаконная добыча, именно незаконная работа с нарушением всех законодательных экологических норм. Соответственно, у нас до этого была создана комиссия, именно по поручению главы государства, по поручению, соответственно, Даниилу Генечеевичу. Была создана комиссия, мы не так давно посетили участок реки Калжир, где мы увидели, действительно, велились работы незаконно. И на сегодняшний момент мы прибыли сюда, видим технику, видим, ведутся работы. Соответственно, здесь присутствуют все соответствующие наши органы областного управления. Члены комиссии отмечают, что впереди много работы и необходимо подсчитать ущерб, нанесённый реке и окружающей среде. Я Фатима Айден, Мирас Кмаргалиев, Руслан Дахсанов, Алтай Ахпарат.